Просто я скажу, кто мой тренер был первый. Это Хрисович Роман Михайлович. И получилось так, что всегда в Академии тренера каждый год менялись. И он настолько нас полюбил, и настолько ему было с нами хорошо, комфортно. Он стал для нас, правда, как второй папа, семья. И получилось так, что он нас вел больше 6-7 лет. И мы с ним все время хорошо ладили. Ну, были, конечно, свои интересные штучки, которые там, если вы захотите, расскажу. За нами очень сильно следил, во всем помогал. И правда был, как второй отец всегда. У него всегда была серьезная дисциплина. То есть он всегда следил помимо футбола и за школьными знаниями, как ты учишься. То есть проверял дневники у нас постоянно. Иногда даже не допускал до тренировок, если там плохо учился, если там что-то было. Да и, конечно, бывали люди, которые приходили со вторыми дневниками специально, в которых были, ну, сделаны специальные оценки, все вот это. Да, был случай на базе, когда, ну, со мной лично, когда на базе мы ложимся спать в обед в тихий час. И нужно обязательно спать, там, в перерыве между тренировками. Нужно обязательно поспать. Телефоны у нас частенько отбирали. Ну, и я решил оставить телефон у себя. Думаю, ладно, сейчас я там посижу. А я что-то кому-то сообщение отправлял, по-моему, я общался, опять же, с отцом. И в этот момент он заходит, тренер. И он хотел с кем-то поговорить у нас с ребятами, кого-то что-то спросить, там, паспорт, что-то для чего-то, для турнира, может, для какого-то. И получается так, что он видит, что у меня телефон в это время. Он говорит, ага, попался. Все, он забегает, говорит, давай сюда телефон. Подходит к окну, открывает окно и делает вид, короче, что выкидывает телефон просто на улицу. Мы там на втором этаже жили. И я думал, что он реально выкинул телефон, на самом деле он так сделал вид. И на самом деле, оп, под подмышку себя. И все такое, я не знаю, что отцу говорить. У меня телефон все выкинули. Я там не слежу за, ничего не делаю правильно. Типа не сплю этот, как его, в обед. Ну, и потом все нормализовалось. И после игры какой-то я там неплохо отыграл игру. И все подошли, все разрулили. Так что все нормально. Ну, то есть, ну, такой тренер, который всегда следил за дисциплиной и все, что творится за пределами футбола. Я преследую такую точку зрения, что ты не должен борить вообще с тренером. И не всегда, ну, как я думаю, что не всегда даже ты первый должен идти. Мне кажется, что тренера, тренеры, они психологически больше разбираются вообще в футболистах. И все-таки они давно работают с футболистами, с игроками. И мне кажется, периодически они должны понимать, когда у тебя хорошее эмоциональное состояние, когда у тебя плохое. И, понятное дело, когда у тебя есть какие-то определенные вопросы, там, теоретически ты можешь, да, подойти и спросить, что у тебя. А так, я думаю, всегда хорошо, что с тобой могут пообщаться не только за футбол. Ну, допустим, тренер может подойти, там, спросить тебя, как у тебя дома дела, обстоят вопросы, что у тебя там в жизни, что это. И мне так становится более комфортно в целом. Поэтому я больше такой точки зрения. В академии были такие ситуации, когда, да, все не получается, не так все хорошо идет, не все складывается, как ты хочешь. Ну, конечно, опять же, вот, это все первый тренер. Постоянно все время помогал во всем и говорил, что большое будущее, просто работай. Тренируйся все время, работай, и все у тебя получится. Он должен быть такой человек, который все-таки задисциплинированный, потому что он должен всегда следить все равно, но и при этом не перегибать палку. То есть нужно балансировать все время. Ну, имеется в виду строгий, да, больше дисциплинаешь, строгий. Потом, но при этом же он всегда должен как-то понимать, ну, за ниточки подергать, где-то хорошую атмосферу создать в команде, где-то что-то там сказать, где-то посмеяться. Человек, который умеет пошутить, вообще, это шикарно. Все в одном месте, когда строгий и пошутить умеет, это, мне кажется, вообще все шикарно. Ну, и, не знаю, давайте будет просто, пусть будет быть добрый. Ну, вот так, строгий и добрый, не знаю, как это все это вместе, но я думаю, что это тоже можно варьировать. Ну, смотря какой тренер. Опять же, может быть какой-нибудь такой вот строгий с характером, как Бара, допустим. Такой, который надо вот, здесь надо пробежаться, здесь нужно сделать то, здесь надо отобрать, здесь нужно прям вгрызть свой мяч. А есть вот, как я считаю, что у меня частенько, а, давайте скажем, что Артем, потому что человек с большим опытом, который правда знает, который много прошел, много с кем поиграл, много с кем пообщался, много кого видел, много, у него такие же, у него были хорошие тренера всегда такие зарубежные, со всеми он всех знает, и я думаю, что опыт какой-то он перенял от них. И я думаю, что он будет хорошим тренером. И, не знаю, давайте так, топ-3 скажем, возьмем Артема сначала, и на второе-третье Диму Баринова и Антона Берунчука поставим. Честно, мне, наверное, будет очень тяжело в этом плане, потому что я сам нервничаю все время на поле в плане, когда там что-то не получилось, или там у меня не получается, или у кого-то из напарников не получается. Я все время как-то это близко к сердцу принимаю, такой думаю, ну как же так, как же это можно не выполнить. И мне кажется, что с детьми у меня так же будет, что я все время буду там, ну как же так, что же ты не можешь сделать, все время буду, не знаю, пихать, может быть, так это будет. Но буду стараться избавляться от этого тоже. Да, хочется поздравить всех тренеров, и хочется пожелать, чтобы они были терпеливыми, и все-таки мы молодые футболисты, и ребята все молодые, такие амбициозные, и у нас всегда-всегда все хочется самое большое, все самое лучшее, все время играть, и нам тяжело сидеть на скамейке. Ну, я надеюсь, что всегда будете находить подход, и вам всегда будет интересно с нами работать, и мы будем отвечать за имностью. Спасибо вам за вашу работу, с праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!